Стоянка возле гипермаркета Европт стала первым пунктом, который совместно с ГАИ посетила наша съемочная группа. Как и следовало ожидать, все парковочные места для инвалидов были заняты. При проверке документов у владельцев авто выяснилось, что лишь у одного из четырех оказалось удостоверение инвалида. Остальные на резонный вопрос, почему не проехали дальше, отвечали примерно одинаково. Остановился на минутку в магазин забежать. На сегодняшний день к административной ответственности за нарушение правил остановки стоянки привлечено более 30 тысяч водителей. Что касается эвакуации транспортных средств, то на территории области с начала текущего года эвакуировано уже более 11 600 транспортных средств. Только в городе Бресте эвакуировано 7 тысяч транспортных средств. Аналогичная ситуация с парковочными местами наблюдалась и в центре города, возле магазина Астер Вест. На знаки инвалид своей машины поставили сразу три водителя. Причем все они из одной семьи. Наверное, традиция такая. Спешил немного. Думал, быстренько в магазине справлюсь и уеду. Но не получилось. Да, у вас же не было минут 10, наверное, даже больше. Я вообще правила не нарушаю. Ну, получилось так. Всегда бывает. Для того они правила, чтобы их нарушать. Что касается административной ответственности, то за нарушение правила остановки стоянки предусмотрено предупреждение либо наложение штрафа в размере одной базовой величины. Если же в течение года автомобилист совершает повторное правонарушение правила остановки стоянки, то штрафная санкция уже две базовой величины. Если останавливаться на грузовых автомобилях, автобусах, колесных тракторах, то штрафная санкция здесь за первый раз пять базовых величин, повторно в течение года десять базовых величин. Что касается наказания за свою халатность, то кроме штрафа работа эвакуатора обойдется нарушителю в 275 тысяч рублей, а за сутки на штрафстоянке придется заплатить 25 тысяч. Наверняка в канун новогодних праздников лишние расходы вряд ли обрадуют автовладельцев. В избежание этих неприятностей водителям стоит соблюдать элементарные правила парковки и стоянки и помнить, что людям с ограниченными возможностями гораздо труднее пройти любое расстояние, чем здоровым людям, принимающим эту лишнюю сотню метров за символическую.